Привет, друзья! Вы на канале Прошу к Столу. Сегодня готовим куриную домашнюю колбасу с декором. Смотрите видео полностью и убедитесь, что это просто. Водой комнатной температуры заливаю чернослив и курагу и оставлю минут на 10. А теперь займемся мясом. У меня куриного филе полкило. Половину я отправляю в блендер и измельчу фарш. А вторую половину надо порезать ножом на кубики, как можно мельче. Мясо куриных бедрышек у меня тоже полкило. Я их также нарезаю мелко, как и куриное филе. А грудинку теперь быстро надо измельчить в блендере. И выкладываю в общую миску к мясу. Такую колбасу можно приготовить из мяса индейки, свинины или говядины. Будет тоже очень вкусно. Ну а теперь специи. Соль, сахар, черный молотый перец. Как всегда стандартный. А остальные вы можете добавлять те, которые вы любите. У меня это базилик, тимьян, карри, сушеный чеснок. И, конечно, мускатный орех. Обязательно добавляю ледяную воду. Теперь фарш надо хорошо перемешать и отбить. А я сегодня буду немного лениться. Перемешивать и отбивать фарш не буду. У меня есть замечательный помощник. И пусть он это сегодня сделает за меня. Теперь нам понадобится плотная пленка для выпечки. Она бывает в рулоне, но у меня сегодня такой нет. Поэтому я беру обычный пакет для запекания. И разрезаю по бокам. И раскрываю его в длину. Беру половину фарша и распределяю ровным слоем на край пленки. Толщина примерно 1,5-2 см. И выкладываю чернослив и курагу. Можно заменить их на сушеную клюкву или вишню. Теперь будем закручивать рулетик. Аккуратно перекатываю и прижимаю. Когда шов будет внизу, надо хорошо уплотнить рулет. Вытаскиваю пленку из-под рулета и еще раз хорошо уплотняю. Продолжаю заворачивать рулет в пленку и еще несколько раз уплотняю. Пленки не жалейте. Понадобится около метра. Если поставить мало, при выпекании она может лопнуть и весь рулет вытечет. Теперь с одной стороны закручиваю хвостик и хорошо завязываю. Теперь колбасу хорошо утрамбовываю. Закручиваю плотно хвостики и завязываю. Можно использовать специальную кулинарную нить. Очень важно сильно завязать хвостики. Ко второй половине фарша добавляю мелко порезанную зелень. И еще брусочками нарезаю остатки перец. Фарш также выкладываю на пленку и добавляю перчик. Можно взять разноцветный. Можно вообще положить любые овощи, которые вы любите. Сворачиваю рулетик точно так же, как и первый. Обязательно уплотняю и, что очень важно, сильно завязываю хвостики. Вот такие классные два батончика колбасы получились. Ну а теперь ставлю в холодную духовку запекать, а точнее томиться. Устанавливаю 100 градусов и оставляю на полтора часа. Ну вот, друзья, колбаса готова. И все-таки один хвостик я завязала не очень хорошо. Уже в самом конце сползла завязка. Но ничего страшного, колбаса все равно вкусная. А со вторым батончиком все в порядке. Как говорится, завязала на совесть. Колбаса полностью остыла и теперь нарежу красивыми кусочками. Посмотрите, как красиво получилось. Сухофрукты и сладкий перец делают колбасу необычно яркой и дополняют вкус. Колбаса получилась просто супер и украсит любой праздничный стол. Ну что, теперь вы убедились, что это просто и вкусно? Благодарим за подписку, лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!